Приветствую вас! Ну и еще раз про коррупцию. Если вы помните, я много раз говорила, что коррупция делится на бизнес и бытовую. Что касается бизнес-коррупции, ликвидировать невозможно. Ну, в США, вот это вот, лоббирование называется коррупцией. Бытовую можно, ну, во-первых, можно с ней бороться. Вот я вам сейчас покажу видео, как борется с бытовой коррупцией в Украине. Не удивляйтесь. И действительно можно бороться. Мало того, бытовую коррупцию вообще-то можно даже минимизировать, ликвидировать. Ну, во-первых, действительно надо более-менее нормальную зарплату у вас чиновникам. И, я бы сказал бы так, нахальство. Понимаете, потому что очень часто действительно бывает какая ситуация. Вы не умеете пользоваться своими правами. Учитесь, как надо пользоваться своими правами. Ну, а потом ругайте коррупцию Украине. Если в Украине коррупция, понимаете, если человек не хочет платить взятки, то с него насильно никто не возьмёт. Вот у меня жена из Армении. Она была беременна на восьмом месяце, и ей документы не продлевали. И я жаловался в центральный офис. И потом пошёл на место, и они всё сделали. Вид на жительство и оформили, все документы сделали, как надо. Но у меня есть знакомые, которые за вид на жительство платили тысячу долларов. Взяток или ещё чего-то. А я ничего не платил. Я бесплатно сделал. И очень много случаев, когда реально в Украине можно бесплатно добиться, понимаете. Но есть люди, которые хотят, чтобы процесс ускорился, чтобы процесс был незаконно сделан. И они платят взятки. Но такого, чтобы в Украине прям вымогательства было, такого нет. И поэтому я считаю, что тема коррупции в Украине раздута. Коррупция есть везде. И в России есть. Во всех постсоветских странах. В Индии, в Китае, в Европе, в Америке. Всюду есть коррупция. Поверьте мне. Посмотрите, какой оборот наркотиков в Соединённых Штатах. Там миллиарды, десятки миллиардов долларов. Понятно, что из-за коррупции. Понятно, что кому-то они платят. Понятно, что там какие-то оборудки незаконные идут. И поэтому я считаю, что идеализировать Соединённые Штаты, идеализировать Европу, Китай или Россию нельзя. Везде есть свои проблемы. Везде есть какие-то плюсы и минусы. И Украина не такая плохая страна, как наши оппозиционные политики пытаются доказать. Украина прекрасная страна. И тут можно жить, тут можно процветать и можно работать. Спасибо большое за внимание. Ну, Трус, там как раз действительно поднял интересную тему. Ну, вот судите сами. США громадный аппарат по борьбе с наркотиками. Серьёзно. Колоссальный. Там уже ФБР, есть отдельные подразделения, борются. А США один из главных потребителей наркоты. А действительно, ребята, как же так получается? У вас такой громадный аппарат. А как? Как же у вас может быть столько наркотиков? Скорее всего, согласен. Но всегда, когда я говорю, США там самая большая, это бизнес-крупция. Много раз вам повторял. Да, в США вы можете зарегистрировать компанию. Никто не спорит. Вот делать бизнес сложно. Не, маленькая это. Вы чуть-чуть поднимаетесь, и вас сразу. Да, это можно порешать. Тут сразу адвокаты, помощники. Консалтинг-компании. Там очень популярно. Консалтинг-компании. Причём такие солидные, всё красивое. Приходите, да, мы можем помочь вам решить вопросы. Или лицензия, или какое-то разрешение. Или согласование анти-монопольный комитет. Ваш бизнес очень не нравится в этом монопольном комитете. Цена нашей работы 2, 3, 10 миллионов долларов. Они мелко не берут. Понимаете? Так что по этой причине у нас действительно взятки меньше. Проще решить. Там сложнее. Ещё раз, насчёт БТУ. Понимаете, бывает действительно это смешно. Классик. Гаишники, взяточники. А за что тебе? Ну, я ж... Ну, ты нарушил правила. Грубо нарушил правила дорожного движения. Ну, заплати штраф. Не, я штраф не хочу. Я хочу, чтобы дать десятку и разойтись. Так, минуту. Так это ж ты взяточник. Или не нарушая правила дорожного движения. Нет. Ты хочешь бы правила дорожного движения нарушать. И чтобы тебя не штрафовали. И чтобы ты взятки не дал. Гениально. Ты обалдей. Вот такая мыска. Продолжение следует... Продолжение следует...